и всем привет с вами на с вами свобода в скай риме нам мы получили но при этом мы еще не получили право на выкапывать у гномов какой-то фигни в смысле у крабов я до сих пор не прошу делать вот то есть мой а чё без меня-то а не видно я вернул себе все единство что не мог не могу себе вернуть это вес потому что у меня я все покидывалась в пункте книг у меня выше мы конечно все прочитаем ходить его это или еще просто времени как выкопать крабовое мясо надо понять возможно нужно киркать вот мы и на месте и сейчас смотришь на великое две мерзкое чудо имя которому эго осмотреть здесь и поговорим почему эго а не могу упасть тоже нужно что от меня требуется шанат сейчас вряд ли настроен на конструктивный диалог судя по всему он заперся в своем доме и над чем-то работать нам нужно работать на опережение шанат хочет запустить этериевое ядро эго не имея прямого доступа еще давно он присвоил себе особый управляющий куб как он думал единственный северой где он его прячет мне неизвестно недавно мне удалось найти еще один подобный куб но он оказался не настроен кроме того в нем нет этериевого кристалла я примерно знаю где найти такой сердечник как провести настройку но мне нужно завершить отменить один чрезвычайно важный эксперимент я хочу попросить тебя отправиться в этот дом сперва в лабораторию а затем в аниматорию когда-то мне удалось найти и привести руководство по настройке активирующих кубов вот дневник которым подробно описаны твое задание твое задание руководство по активации куба конечно с удовольствием покажу тебе пару людей техник о, отлично че не можешь больше меня учить? рябка что такое эго? когда я прибыл сюда я был поражен узнав за счет чего существует город оказалось это этериевое ядро питает вовсе не планетарий, а корабль летучий демерский корабль, представляешь? и он прекрасно сохранился корабль представляет собой этериевую гиперпространственную обсерваторию или эго ага получается Шанат решил допустить корабль? именно! как только Шанат ну, то есть он это и сказал ладно Шанат осознал всю мощь корабля он предложил отсечь Тель-Ан это нельзя было допустить потому что Садель Кегран не сможет существовать без этериевого ядра гриб попросту разорвет та магия которую он спускает и уничтожит город так мы поссорились Шанату было наплевать на город а мне нет я прогнал его с тех пор живу здесь на борту корабля дашь мне еще руку конечно я счастливее поделюсь некоторые техники понятно конечно я счастливее поделюсь про глаз удачи тоже так возможно убить иена алу и выяснить над чем он работает эго эго удачи 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 ничего не происходит удачи 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 письмо письмо шанату да как ты смеешь я вытащил тебя из нордской дыры дал шанс сделать что-то великое а ты послепредал посмел предать меня я сожру тебя я сотру тебя в порошок и развею на турбин а я развею на турбинами этого корпус это корпусная отродия шанат как мило что они подписывают странное какое место этериевое ядро вообще не плевать на нас адрик игра почему он должен меня волновать я не понимаю и каким то макаром я должен вот эти все крабовые норки проверить а каким вот я не понимаю что мне надо сделать направиться починить активирующий куб хорошо с этим хорошо мне надо бы еще поспать бы что вот смотрите у нас здесь куча всяких квестов нет мне к ней надо то есть прям забегу так и где она сейчас не покорю куда он вернусь Извините. Снова ты. Что, это раз? Можно ли, да? Вот по рукам. Вот товар. Пустяной кинжал. И где он? Пятьсот стоит, ты обманула меня. Я не могу дальше учиться. Ха, довольно эффективно. Так, как она сейчас работает? Так, давай рассматривать. Возможно, просто рассмотреть надо. Так, давай рассматривать. Так, давай рассматривать. Так, давай рассматривать. Все здесь. Что? Это произошло раньше? Нет. Удобиум. Удобиум дезиспетит. Галси. Пусть вы найдете немного звуков. Пусть вы найдете? Пусть вы найдете. Смешно. Вау. Так, кому теперь отнести мет надо? пустить коллеги в интер холла нет а кому отнести то нам не он туда это странно возможно просто это осмотрюсь Собак. Не знаю, где скакивают сюда. Где ножа? Правда, из него можно сделать оружие? Отлично, правда, теперь у нас есть проблема. Гора этого грибы невероятно прочна, хоть и гибкая. Полагаю, нам нужен особый инструмент. Вот он. О, прекрасно, можешь поискать сады Гегран. Молодые побеги Тель-Анда и срезать с них коров. Нужно совсем немного, может кусочков 10. Приходи ко мне, когда соберёшь их. И мы попробуем сделать лук. Добыть сады Гегран кору молодого побега Тель-Анда. Мне лучше идти. Блин. Будем бегать и срезать, что я сделал. На, ешь там, беги. Так, стоп. Я не понял, я в инвентаре что-то все на неправильном, что ли. Хотя нет по имени. Добавил. Что ты выглядишь? Я надеюсь, что ты выбираешь, что соберешься. сейчас так что-то кошечки пошли добудем ее заодно проверим сеть а Такая тяжелая. Давай, ты можешь! Ты же найду этот горшочек, и он в задницу засунет, чертовый краба. Продолжение следует... А почему не надо? Они обворовали меня. Я слишком зациклен на этой штучке, но по идее я просто должен среди вещей найти его. Ну, сто пудов-то так. Я не говорю, что вы закрылись на ужин, на обед, не знаю. Но отмычек, в принципе, у меня дофига. В случае чего взломаю. Стой, смотри. На, корову. Замечательно, я делаю. Я просто вообще не разговаривал. Будь моя вольна-то. Я должен был сделать какой-то лук. Ну, вот лук готов. Теперь я могу изготовить такие луки для всей семьи. И обращать для кого угодно. Спасибо тебе. Этот лук можешь ставить себе. Если умеешь обращаться курицей, научишься изготовить такое оружие самостоятельно. Интересно. Стрелы из той ряда получится делать? Это лук. Пятьдесят. 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 Так, ладно, с этим мы разобрались. Так, ладно, с этим мы разобрались. Давайте еще раз посмотрим, где могут быть эти твари. Ах ты ж. Где она? Кара-тэ-ля-нда. Так, стоп, где тушь? Офигель! Ах ты ж. Офигель. Ща офигель. Ну всё просто. Они утащили горшочек. Ах ты ж. И не зря поплатится. А. Ха. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня нет времени ждать. Фак. 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 Где-то вот тут. Есть. Я просто должен был зайти к другу. Ты не поверишь, я тебе принес тут радость. Странный рога. Мне удалось найти пропажу. Зачем ты их приволок? Я же отсюда чую этот мерзкий запах. Спасибо за помощь. Что такое? Но не нужно тащить это ж... Жичины и потроха сюда. Хорошо, а куда в них тащить-то? Так что мне осталось... Вот, отнести то минимум. Давайте отнесем, чем мы. Кроме этих крабов бесили. Пуу. Лошар. Да, ешево. 50. Нормально. Если я еще прокачаю, будет вообще огонь. Так, стоп. Это выход, да? На мне туда надо. Сундук. Ха! Халявный сундук. Ого! Парадам, если что. О, у меня же ее включить. Вообще супер. Приснись, 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 приснись. Давай, давай, вставай, вставай, вставай. Вставай, 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 у тебя тут воняет, не понимаю, ничем. Извини. Блин. Баря. Какого черта? Час. Нет, ну технические работы, подождите. Все. А. Вот твои железы. А, я это поняла еще до того, как мы заговорили. Я специально не говорил Шаглаку, что эти железы в необорудовом виде ими может драконов пугать. А еще этот аромат привлекает самок в вещерных тропах. Шаглак давно ищет тебе спутницу в жизнь. Хотела отдать ему шанс. В общем, спасибо за помощь. Вот я бутылочка самого настоящего жучиного муксуса, тельбани из моих старых запасов. Используй ее с умом. Если вы увидели этот ароматный мудкраб... Все, вот и отлично. Мы смогли раскидать всякую побочку, блин. С этими крабами это просто жестяк. Кто знал, что они так рядом? Либо слепой, либо он каждый раз в разном месте генерируется. Как бы любят люди делать, типа А, погенерируемые скрипты. Фигня все. Так, что мы имеем? Что мы имеем, что мы имеем? Мы бежим туда. Продавать мне еще выше крыши все. Ну и книг у меня много. Блин, сейчас с роботами разбежаться это плохо. Я как бы им сделать ничего не могу. Ну блин, надо палатку поставить. Давайте-ка поставим палатку. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Разместить здесь. Так, не его ставить. Все, хватит. Давай. Свернуйте палатку. Процесс походных навыков увеличен. Чего еще и такое есть? Мне лучше бы высоту прыжка качал бы. В Морвинде. Вначале ты там дно, но чем дольше ты прыгаешь, тем ты становишься все круче. А-а-а-а, я здесь был. Был-был-был. He always drinks juice. Я помню, где-то здесь ползал этот шарик. Который я не убил. Так, в этот раз не в 100%. Да ладно. Плохо, что я роботом ничего сделать-то не могу. Как бы я не хотел. Я могу найти запрыгнуть? Физика не работает, а не просто. Типа есть. Я вот могу вот здесь стоять. Да-да-да-да. Ай, я... Так, ну-ка, давай мы на тебя потратим какой-нибудь яд. Собака, он сбегает? На отстрел не сбежит. Не открою течение, не сбежит. На-на. Зафигня происходит, конечно. Опа. Бесполезно, бесполезно. Тут две кнопки. Мне интересно. Ну, ладненько. Сейчас вам плохо, что я ничего не могу сделать, особо стрелами не отскакивают от этих гадов. Ты, а главное, аккуратно идти. Если ни на кого не нарвусь, возможно, я даже не уроку. Сзади, кстати, еще была эта... Сундук, а я его даже не заметил. Че у нас тут? Ламп, полезно, бесполезно. Я не могу ничего выкидывать, мне все нужно. Давай только выпьем и поедим. Капец, все загажено. Лук, 40. У меня, конечно, 50. Не то, что я хвастаюсь. Господи, как тут все уничтожено. Как я потом выбираться из-вдруг? Стабильно буду бежать, еще эти толпами будут выскакивать. Я же бежал. Я же говорю, вот так и застрянешь. Твари. Зачем мне стоит переключатель? Почему не поменял? А-а-а-а. Тупый сквет. где-то что вы были ай-яй-яй да не бежишь собак как все плохо то давайте нам нужно здоровье больше разрешение потом конечно качаем взлом у кражи карманы надо выбросить что я буду таскать давайте на полу все таки определимся с легкой броней наверно шестьдесят шестьдесят семьдесят сорок вот что-то прикольно смотрите и 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 Как бы я не хотел воровать, мне сейчас некуда все это собирать. А мне куда? У меня есть путь туда. Ого. Собак. Что-то необычное. То есть это просто смотровая площадка. А, нет, смотровая. Ладно, здесь впуск. Хорошо. Ого. Откуда взялся? Черт. Мне нужно, наверное... Так, это... Так, давай мы тебе ядом дарим. Отключение. Так, где вы? Собака. Какая же насчитывал, мне пригодился больше. Значит, я качать навыки отстойно. Надо поднимать магию. В смысле, уровень не качаться больше. Тупо ждешь, пока не... А откуда они еще вылезли? Ждешь, пока не поднимешь уровень. Хотя бы на один, а потом только двигаешь дальше. Может, снизу. Это вверх, да? А это вниз. А это вбок. Куда мне? Охо-хо-хо-хо-хо. Мать моя. Ну ладно. Мы, короче, заблудимся с ним. Будем шарить со всей стороны. Поэтому мы пойдем осматривать... Что? Кто? Да вниз. Очень не зря дан спуск. Что-то смотрите, как глубоко вниз идем. Скорее всего, я потом поменяю на ножи. Вообще, я хотел бы избежать сражения в ближнем бою. Черт. Но, как говорится, если... Сражений не избежать... То надо хотя бы насладиться ударом. Испорченная книга. Призрак. Душа. Ярость. Жал. Пасть, я не могу какой-то. Можем спокойно прыгать. А, это прям сюда же, смотрите. Я прям четко зашел. Какой-то аниме... Моторий. Ну, потом и назад все равно будем возвращаться. Пройдем все эти этапы. Так. Так. А-а-а. Больно. Че только адепты. А, ну ладно. Мне, в принципе, адепта хватает. Ага. Продам. На чечневую муку. Хотел таскать все, но... Это собирать. Че-то крутое. Че-то крутое. Так. 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 кто серьезно так и что мне с ним делать я эту фигню не уничтожу и серьезно так да я выкинул не понял почему он не в изборных а может не двигаться пожалуйста у меня с одного удара да снесет на тобой долги бы главное мы как лучи нашли место где мы с ним можем сразиться так что не могу ему ничего никакого эффекта напитя кстати у меня было какое-то кольцо которое мне дает магику так и походу мне его не осталось просто его выкинула давай ему осталось не так много а че каким бы ты сильным не было если не можешь пролезть ты никто а прикиньте в морвенде таких врагов они же еще как там еще оружие ломается мать и чуть осталось чёрт 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 ай-яй фак фух хочу это что у него тут есть три мерзкие стрелы дорогая штучка мне надо очень легко таскать о дневник коронну у меня это конечно сложное испытание так как они но покрытый камень душ адепты господи давай меня хоть отмычек дофига но просто так тратить неохота Стоять железные стрелы тоже на дороге не валяются. Понятно, что сейчас мне от них толку уже не так много. Как говорится, если есть, почему бы не потратить, да? Ну не-е-е. Так, атак, закроем, чтобы я не забыл, где я. Конечно, жестяк. Там что у нас? Пай, ты можешь. Ого. Прям. Что такое алхимическая машина? Да ладно. Уйди из меню алхимию. Да, был бы это Морлин, было бы пожёстче. Ну то есть можно было потратить материал, который бы ты говорил в фиг, где я нашёл. Ладно. Вот, дневник Раглафа. Давайте его посмотрим. Наконец-то я достиг Исмарка. Думаю, это хорошая идея вести дневник. На всякий случай. Время найти это проклятое вампирское убежище. Я точно знаю, что они здесь, а не в Фолкрите. На этот раз скользкая... Скользкальд ошибался, и я смогу его это доказать. Мерзкие вампиры и, несомненно, умные. Сперва я думал, что их убежище находится недалеко от Чёрного Брода, но никто из шахтёров ничего не слышал. Ни смертей, ни укусов их здесь нет. Однако рабочие рассказывали мне о странном орке, который недавно перевозил что-то похожее на тела людей. Он отправился на север и, возможно, там продаёт их вампирам. Нужно проследовать за ним. Это единственная зацепка, которая у меня есть. Совершенно случайно я увидел подозрительного орка в лесах Инмарка. Проследив за ним, я обнаружил, что он скрылся в каких-то странных развальнах, перемещая туда различные тела. Дождусь ночью и попробую проверить это место. Что за день? Боги сошли с ума. Но сначала, после сумерек, я проверил вход, но он оказался запят. Поэтому я обыскал окрестности и сумел найти щель между камнями. И оказался достаточно глупым, чтобы полезть туда. Ненавижу ползать в норах. В каком чудесном мире мы живем. Я оказался в гигантской пещере, наполненной различными растениями и гигантским деревом. И всё светится. Сперва я думал, что вижу призраков. Но потом моё зрение улучшилось, и я понял, что это дом. Данмеры. Неприятный народ. Не люблю я этих серокожих. Понятия не имею, откуда они тут делись. Да и знать не хочу. Похоже, что они работорговцы. По крайней мере, это объясняет похищенных жертв. Тем не менее, это не значит, что они не могут работать с вампирами. Но вначале я должен найти укрытие получше, пока меня не обнаружили. Не хочу оказаться в клетке, как этот бедняга. В каком чудесном мире мы живем? Я упал в гигантскую пещеру, наполненную растениями и гигантским деревом. Они все светятся. Сначала я думал, что видел призраков. Затем я узнал дома. Я хожу все глубже и глубже в эти... Ухожу все глубже и глубже в эти руины. Они давно... Явно двумерские, хотя визуально они отличаются немного. Я никогда такого не видел. Но, возможно, Скольд, Скальд и другие наемники могли... Могли. Может, и у меня получится что-то разузнать. У меня есть идея. Ситуация, возможно, лучше, чем я сперва думал. Я нашел Донмерские поселения и двумерские руины. Вероятнее всего, эти места никому неизвестны. Эта информация может быть полезной. Скольд, Скальд найдет в этом выгоду. Она всегда это делает. Теперь мне нужно найти выход из этой заброшенной богом дыры. У меня была идея. Может быть, ситуация лучше, чем я думал. Я нашел поселение. Не спал всю ночь. Постоянно слышу какие-то странные звуки темноты. В темноте. Когда я отсюда выберусь, сразу же отправлюсь в наш лагерь в Хальма. Или отправлюсь на восток в форт Стража. В форт Стража Рассвета. И отправлю там сообщение. Ирсан поможет мне. Так. Одиннадцатое? Двенадцатое? Я не знаю. Я бы убил за то, чтобы увидеть белый свет. Припасы подошли к концу. Осталась только фляга воды. Мне надо ускоряться, или у меня будут большие проблемы. Будут ли меня искать? Я надеюсь, они сожгут это место до тла. Ох, я так голый. Я нашел какие-то грибы. Они светятся и пахнут как гуана старого соблезуба. Но вроде бы они съедобны. Наконец-то я знаю правду. Она отправила меня сюда умирать. Черт, у вас скользкальд. Будь ты проклятый день нашей встречи. Почему я вообще еще вступил в его банду эгоистичных идиотов? Лучшие наемники всего Скайрима. Ха. Найди им что-то, но мы не знаем что. Найди убежище, но мы не знаем как. И где? Какая шутка. Она готова пожертвовать всеми нами ради своей выгоды. Я выберусь отсюда и убью ее. Что я написал? Я не помню, что было прошлой ночью. Боги, это наверное грибы. Я не могу их снова есть, но опять так голоден. Я брожу кругами. Круги красивые. Я люблю круги, но... Кубы мне... Понравились больше. Компаньон. Звук. Он преследует меня. Он преследует меня. Тяжелый шаг сотрясает землю. Рев. Я слышу, как он приближается. Нет. Она. Он. Заткнись. Я видела их. Этих пауков из бронзы. Она послала их убить меня. Поэтому что я не умираю. Их механические скрежицы вводят меня с ума. Выход. Мне нужно срочно найти выход. Шор, спаси меня. Шор, спаси меня. Шор. Здесь нет никого. И море призывов далеко только металл, камень и горячий шпар. Но это не может быть совпадением. Шор. Он хочет, чтобы я поверил в это. Шор, шор. Да шор, шор. Спаси меня. Если привязать мох в кости, получится удочка. Э? Ладно. Теперь мне надо выкопать ямку в камне, и я смогу поймать Харкина. Я сюда его отправлюсь в море призывов, как шар того хочет. Где моя рука? Не важно, поскольку я знаю, где мой нос. Он у дяди. Дядя украл мой нос, когда я был еще ребенком. И никогда не говорил про это. Никто не говорил. Просто потому, что он был кубом. И все любят кубы. Я не люблю куб. Я люблю круги. Сегодня все кончится. Я вижу его и его тяжелую поступь. С помощью своей удочки я отдаляю его и отправлюсь к вечному. Королевство. В смысле, он удочкой пытался бороться? Серьезно? Я не вижу удочки. Алло. Вообще, враг опасный. Ладно, а что я сейчас путь-то буду сюда? Поэтому надо еще одну точечку. Великая война. Так, ладно. Мало кто знает, что остров Саммерсет не меньше Сиродила пострадал в ходе кризиса Бливина. Эльфы противостояли обливинскими захватчикам и порой даже пересекали границы миров, чтобы закрыть ворота Бливина. Борьба в этой стороне проходила с большим успехом, чем Сиродили. Однако, при прекращающейся потоке полчаса до расход был предрешен. Талмаровцы всегда обладали влиянием на острове Саммерсет. Хотя при этом представляли голос меньшинства. Во время кризиса Кристаллическая башня оказалась вынуждена предоставить Талмару еще больше власти и полномочий. В немалой степени именно их усилия и спасли остров Саммерсет от опустошения. Воспользовавшись своим успехом, они захватили всю полноту власти своей страны. Они дали новое имя уходящим корням века до прихода людского владычества Алино. Но большую часть живущих за пределами альцмерских доминиона по-прежнему называют его островом Саммерсет. Кто из упрямства, кто из невежества. В правительстве было свернуто Талмарским коллаборационистами, после чего было провозглашено воссоединение с Алинором. Судя по всему, агенты Талмара установили тесную связь с определенными политическими силами лесных эльфов еще до кризиса Бливина. Империя и ее басмерские сторонники, застегнутые врасплох, вскоре были разбиты куда более подготовленными силами. У меня что-то скучное сейчас. Что-то такая длинная. А вы их девайте. Смотрите, она не кончается. Ну ладно, если что, вы сами почитайте. Кто-то прям постарался все это описывать. Типа все войны. Что-то скучное сейчас. О, водное дыхание. О, ништяк. Он шел по сухим людным улицам Балфелла, радуясь, что вокруг столько незнакомцев. На пристаних Вивека он не ощущал такой свободы. Там знали, что он контрабандист, но здесь он мог сойти за кого угодно. Например, за корабейника или за учащегося. Некоторые даже толкались, проходя мимо. Как бы говоря, мы бы даже не подумали. Но знай, тебе тут не место. Он не нашел серии Нарелас ни в одной из таверн, но был уверен, что она где-то тут. Может, скрылась за окошком съемной квартиры или копается в какой-нибудь навозной куче в поисках экзотического ингредиента для того или иного заклинания. Он мало знал о занятиях чародеки, кроме того, как они всегда занимаются чем-то необычным. Из-за предрассудка он чуть не прошел мимо старой Данмерки, которая пила воду из колодца. Это было чересчур обыденно, но по ее виду он догадал, что это и есть Седрит Релас, великий волшебец. «Я дам тебе золото», — обратился он к ее спине, «если ты научишь меня таяние водного дыхания». Она обернулась и широкая улыбка оживила ее морщинистое лицо. «Я не дышу ей, сынок, просто пью». «Не издевайся», — сух сказал он. «Либо ты серий Нарелас и научишь меня заклинание водного дыхания, или этими ты». Вот все возможные варианты. Если ты намерен учиться дышать водой, тебе придется научиться видеть гораздо больше возможных вариантов, чем это, сынок. «Школа изменений построена на вариантах изменения действующих принципов превращения вещей в то, чем они могли бы быть. Может, я не серий Нарелас, но научить тебя дышать водой могу. Она вытерла рот. Или, может, я серий Нарелас и не стану учить. Или, может, я могу научить тебя дышать под водой, но ты сам не сможешь учиться. «Я смогу просто», — ответил он. «Почему бы просто не приобрести заклинание или зелье водного дыхания?» — гильдемагов спросил он. «Там обычно их делают». «Оны недостаточно сильные, — сказал тот. Мне надо пробыть под водой длительное время. Я заплачу тебя, сколько попросишь». «А давай обойдемся без лишних вопросов. Мне сказали, что ты можешь мне научить». «Кто тебе сказал, сынок?» «Это уже вопрос, — отозвался он. Его звали Тариен Винтол, но в веке его называют сборщиком. Работа его состояла в том, чтобы собирать процент добра, который контрабандисты привозили в порт и относили его к местному главарю команды Тон. С этого процента он получал процент себе. Получалось в итоге крайне мало. Но это у него самого едва-едва. А все, что было, он давал серий Нарелас. Занятия начались в тот же день. Чародейка привела своего ученика, которого звала прост сынок. На отмели у моря. «Я научу тебя сильному заклинанию водного дыхания», — сказала она. «Но ты должен овладеть им на высшем уровне, как и с любым другим заклинанием и навыками. Чем больше тренируешься, тем лучше выходит». Но и этого мало. Чтобы достичь настоящего мастерства, необходимо понимать, как это действует. Чтобы удар клинка был идеальным, недостаточно просто его выполнить. Нужно еще понимать, что ты делаешь и зачем. «Это и так очевидно», — сказал Терриен. «Да, очевидно», — повторила Серин. Закрыв глаза, но все заклинания изменения исходят из неочевидного. «Бесконечные варианты. Раскалывание неба, поглощение пространства, танцы со временем, поджигание льда. Вера в то, что воображение может стать реальностью. Ты должен познать космические законы и преступить их». «Ручит весьма сложно», — заметил Терриен, пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица. Серин указал на маленьких серебристых рыбок, снующих у поверхности воды. «Им так не кажется, они дышат водой без всяких проблем. Но это и не маги. Сынок, я как раз пытаюсь тебе объяснить, что это оно и есть». В течение нескольких недель Серин муштровал своего джиненька, и чем лучше он понимал, что он делает, и чем больше проективался, тем дольше он мог дышать под водой. Когда он понял, что может делать действительно заклинание настолько продолжительное, сколько ему нужно, он поблагодарил чередейку и распрощался с ней. «У меня остался для тебя последний урок», — сказала она. «Ты должен понять, что одного желания мало. Рано или поздно вещи вернутся в свое привычное русло, и заклинание иссякнет. Сколько бы велико ни было твое мастерство и желание обратного». «Я с удовольствием войдусь без этого урока», — сказал он, и тут же отправился назад в век, до которого было недалеко. На пристанях все было по-прежнему. Те же запахи, те же звуки, те же типы. Приятели рассказали ему, что его голос нашел нового сборщика. Он все еще дожидается контрабандистов корабля Мородранг, но уже перестали надеяться, что когда-нибудь его увидят. Тарен знал, что никто и не увидит. Он сам давным-давно видел с пристани, как корабль пошел ко дну. Безусловно, ночью он прочитал свое заклинание и нырнул в бьющиеся сиренью волны. Он непрестанно думал о мире вероятности, что книжки могут петь, что зеленый был синий, что вода была воздухом, что с каждым грибком и толчком он становится все ближе к полному сокровищу, затонувшему кровлю. Продвигаясь все глубже, он чувствовал, как магия окутывает его. Впереди он уже видел призрачную серию Мородранга. Мечта его покачивалась от сильных подводных потоков, будто от ветра. Также он чувствовал, что его заклинание идет на уголь, но он мог продолжить изменять реальность лишь на время потребное для возвращения на поверхность, но достичь корабля не мог. В следующей ночи он нырнул вновь, и на этот раз заклинание вышло более сильным. Он так как следует разглядел занесенную илом посудину в корпусе изъяло-пробоина, нанесенное столкновением с трифом. Внутри призывно мерцало золото, но он вновь почувствовал, как реальность возвращается на свое место и был вынужден сплыть. На третью ночь он доплыл до середины палубы и увидел раздувшиеся трупы матросов, подъеденные рыбами. Остекленевшие глаза выпирали из орбиты, и широко раскрылись, если б только они знали заклинание. Промелькнуло в его голове мысли, но в большей степени его занимало золото на полу, высыпавшееся из разбитых ящиков. Он думал набрать в карманы столько, сколько сможет унести, но тут заметил прочный железный ящик, вид которого сулил более ценный сокровище. На стене висел набор ключей, он по очереди попробовал каждый, и попытался открыть ящик, но ни один не подошел. Вместо одного ключа, однако, пустовало. Ториен осмотрелся, где бы он мог быть. Его взгляд остановился на одном из матросов, застывшем в пляске смерти недалеко от ящика и что-то зажавшим в руке. Это был ключ. Очевидно, когда корабль начал тонуть, матрос бросился к железному ящику, чтобы там не было это что-то ценно. Ториен забрал ключ у матроса и открыл ящик. Он оказался в полном стеклянных осколках. Он покопался внутри и нащупал нечто ценное, целое. Это оказалось две бутылки к винам. Он усмехнулся, подумав о безумстве жалкого алкогольки. Вот что представляло для матроса наибольшую ценность из тех сокровищ Мородранга. И тут внезапно к Ториену Винтолу подступила реальность. Увлекшись, он упустил из виду, что его заклинание не будет длиться вечно, и все в конце концов вернется на круги своя. Он утратил способность дышать под водой. На вплытие не оставалось времени. Ни на что не оставалось времени. Он вдохнул, и холодно-соленого дна заполнил его легкие. Несколько дней спустя контрабандисты, трудившиеся на пристани, обнаружили утопленника бывшего сборщика. Судя по, сами по себе, утопленники веки были не в диковину, но еще долго моряки обсуждали эту историю с загружкой флины. Задаваясь вопросом, как этого бедолагу гораздо лотонуть с двумя бутылками зелеводного дыхания. Ха! Я так и знал. Вот как-то так. Ну что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Будем прорываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok